ЖИВЫЕ 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 И неизвестный, пока что неведомый, надо бы сделать музыкальную заявку. Сыграйте что-нибудь, потом мы уже начнём наш разговор, естественно, более плотный. Ладнушки? Да, конечно. Да, с удовольствием. Как называется ваша первая композиция? Первая песня называется «Всё будет», и мы хотели посвятить её всем россиянам, сказать, что всё будет хорошо, несмотря на то, что якобы сейчас всё плохо. Ну, в общем, всегда кажется, что всё хуже, чем должно было и могло бы быть. А так-то, на самом деле, всё всегда будет хорошо. Напомню, группа ОР сегодня здесь. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. Мы нажимаем на кнопки своих телефонов Для того, чтобы быть ближе друг к другу Но если ты сомневаешься, тебе нужен повод Мы всё ещё повторим раз по кругу Я начинаю по планку, ты заходишь Слева в этой точке ожидает награда Я доверяю тебе, ты доверяешь мне А больше нам ничего и не надо Давай! Всё будет нормально, всё будет клёво Жизнь повторяет нам снова и снова У нас в сердцах поселилась энергия солнца Понимая, что это начало Назад дороги нет Всё очевидно, мы знаем цель финала Я начинаю по планку, ты заходишь Слева в этой точке ожидает награда Я доверяю тебе, ты доверяешь мне А больше нам ничего и не надо Всё будет нормально, всё будет клёво Жизнь повторяет нам снова и снова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова когда вообще коллектив его назывался, мне кажется. У нас просто, когда секс был, на самом деле, все... Когда был, я понимаю. Все ассоциировали как-то... Ну, мы на самом деле не... Про секс у нас не было песен даже, а все думали... Почему тогда второй ваш альбом назывался BDSM, пардон? Белорусская державная секс-машина. То есть это в честь названия. Да, я понимаю, да. Человек, который не очень понимает, что такое державное, да, государственное, белорусского языка не знает, то группа секс и альбом BDSM. В общем, сразу становится странно, почему вы поете совсем не про то, и почему, собственно говоря, у вас хоть и написано секс, но вы из него уже ушли. Верно, что переименовались, мне кажется. Ну, он у нас в сердцах остался. И не только. Замечательно. Вот смотрите, что читаю я. Читаю. Сегодня будет бодро, весело и модно, пишет Юрий Мишанин. Вот насчет модно не очень понимаю. Вы играете модную музыку, что ли? Нет. Просто у барабанщика борода модная. Нет, ну секундочку. Борода — это не музыка. В принципе, я не знаю, я не разбираюсь в бородах. Может быть, она у него и модная. А что такое модная музыка? Я тоже хотел понять. Не знаю, тоже. Да мы играем то, что нам нравится. Смотри, вот пишет Илья Прозоров. Здрасте, уважаемый. Про батьку-то это смело. После непродолжительного перерыва продолжаем обкатывать новую машину и свое в машине. Ребята молодцы, знают историю родного города. В этой связи вопросы. Кто вы есть такие? Расскажите, чем кроме... Ну, это потом. Чем вы занимаетесь, кроме музыки? Мы этот вопрос, конечно же, обсудим, естественно. Есть ли жены семьи и образование музыкальное в том числе? Ну, это если захотите на эти вопросы отвечать. Это уж такая личная история получается. Поэтому... Ага, кто-то пишет, вот, барабанчик-то остался все-таки в сексе, судя по всему. Пишет Рома Усольцев. Ну, поэтому у них... Это его бывший друг. Рома Усольцев? Да. Почему бывший? Ну, они больше не встречаются. А, то есть он остался в сексе, Рома нет, насколько я понимаю. Да. Сейчас ты сдашь все, по-моему. Все абсолютно. Давайте лучше петь, братцы. А то мы сейчас с вами, да, уйдем. Я смотрю, Женя уже как-то покраснел даже. Слегка. То ли потому, что остался в сексе, то ли потому, что Рома из него вышел. Не очень понимаю. Вторая песня «Окей» называется. Тоже продолжим позитивное приветствие из Беларуси. Давайте, погнали. Как всегда, живые звуки в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Уйра» из Беларуси. Поехали. «Окей»! «Окей»! Я сегодня встану в 8.30. Я руками причешу свой хаэр. Я мужик, я хочу влюбиться. Новый день с улыбкой я встречаю. Я сегодня соберу всех друзей. Сердце открою и скажу «Все окей». «Окей»! «Окей-окей»! А мы танцуем. «Окей-окей»! Любим, ревнуем. «Окей-окей»! Порой слимся. «Окей-окей»! Вновь перстелимся. «Окей»! Кто боролся за любовь, тот знает В этой жизни все не так уж просто Только смелым она счастье дарит Только смелым мы желаем роста Я сегодня в небо запущу голубей Целому миру я скажу все окей Окей, 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 окей А мы танцуем Окей, окей, окей Любим, ревнуем Окей, окей, окей Порою сримся Окей, окей, окей Вновь веселимся Окей, окей, окей А мы танцуем Окей, окей Любим, ревнуем Окей, окей Порою слимся Окей, окей Еще разок Окей, окей А мы танцуем Окей, окей Любим, ревнуем Окей, окей Порою слимся Окей, окей Вновь веселимся Окей Ай, хорошо Ну, в общем, вечер сегодня ожидает быть малотомным, но зато очень веселым и драйвовым Это группа Оира Из города Рогачев, Беларусь И сейчас так надо называть, да, Беларусь Правильно? Я все время путаю Раньше Беларусь и я, а теперь Беларусь Россия Ну, это вообще Беларусь Беларусь, да Да Ну, то есть нигде никого не обижу, если скажу Беларусь Это же правильно? Да, так наоборот, да, правильно А если скажу Беларусь, это немножко обидно Ну да, обижаются Некоторые белорусы А ты не белорус? Ну, я в этом вопросе более лоялен Лоялен, да Я понимаю Что касается белорусских коллективов, скажу так У нас в ротации, сейчас я вспомню Красные звезды, Нака Это не все Серебряная свадьба, да Ну, это совершенно иного качества Ну, я имею в виду иного содержания музыкального коллектива По-моему, не всех вспомнил Петля пристрастия, кстати, да, тоже Долго сейчас вспоминать буду Ну, очень много хороших коллективов Вас пока нет И вот теперь многое зависит от аудитории своего радио И слушателей программы живые Ага, струна Так старался Так старался, струна порвалась, я так понимаю Кстати, так всегда на всех концертах Струны лежат вон там на подоконнике, если что За шторочкой, если нужно Я вполне серьезно, Дим Там струны есть И спасибо за это Замечательной компанией, которая называется Мир Струн Вон их висит бонерочек Собственно говоря, вот там Да А те медиаторы, которые мы вам дарим все время Это Guitar Pix, так называется, компания Которая сделала для нас такую удивительную штуку Как медиаторы с нашим логотипом Ну и Пол Даймон можно вспомнить Потому как их кабели здесь И Сенхайзер можно вспомнить Это те люди, которые нам Сильно активно помогают в нашей деятельности За что им большое спасибо Это не стесняйся, струны бери На всякий случай Мало ли, чтобы время не терять Что ты хотел... А вот, да, сообщение, которое необходимо, мне кажется, прочитать Юрий Мишанин пишет вот что Всем своим добрый вечер О группе не знал до августа этого года Собственно, группы с таким названием До августа этого года и не было Как я понимаю Впервые их услышал на рок-фесте В Зеленом театре в Москве Выступали парни там первыми Ну и как это у нас часто бывает К сожалению, к открывающей группе У нас относится... Ну, народ как-то прохладненько Но ребята сумели раскачать народ И у многих тогда мнение о них изменилось Сразу в положительную сторону Желаю удачного эфира Пополнение в рядах ваших слушателей Все будет нормально Все будет клево Написал Юрий Мишанин Спасибо Что касается ваших фестивальных выступлений Концертных выступлений Когда ближайшие? Завтра будет первая московская панк-елка На которой мы будем играть Это во сколько и где? Это в рок-хаусе Так Начало В 19.00 В 7 часов в рок-хаус Ну там не только вы, естественно Да, там порнофильмы будут Йорш И группа Самати Хороший составчик 4647 Это короткий номер для смс К ваших 4647 Пишите сначала свои Делайте пробел А там уже дальше Все, что хотели бы написать В адрес этого коллектива Так вот Мнение аудитории Мне очень важно Не надо сейчас стараться Это делать на второй песне Давайте так Где-нибудь в середине программы Уже во втором часе Вы станете подписывать здесь Достойный ли музыкант Ну я имею ввиду песни группы Уйра Ротации В эфире своего радио Я свое мнение так и так составлю И без Чьих-то чужих указаний Но мне интересно Как реагирует все-таки аудитория Своего радио Это важно Потому что Именно вам слушать Посему сами-то как-то и ориентируетесь На это дело Значит Дмитрий Дворецкий пишет Фигаси А я и не знал Что Уйра Белорусская группа Да и вообще До своего радио Нигде их и не слышал А вообще очень символично Что белорусская группа Сегодня в живых Ребята не возвращайтесь домой Тут сегодня прикол Покруче чем в Москве с курсом У нас ввели 30% сбор На покупку валюты Человек пишет В Белоруссии Да мы слышали это Ехали по дороге Тоже обсуждали Что такое 30% сбор На покупку валюты Ну если Вы покупаете 100 долларов То вы должны 30 долларов Государ Батьке отдай Да За то что вы купили 100 долларов Батька добрый Мог бы и 50 попросить Просить 30 Ты же понимаешь Да да Хотя бы Хотя бы 3 Не 10 Нет больше чем 10 Зараза Вы все таки Добрый парень Почему нет Но курс то у вас Не такой как у нас Вы наш курс видели Да Конечно Нас это касается Мы за этим Следим Ну как следим Понятно что Многие работают в России В Москве Многие работают И Все это на слуху Да Я недавно Когда увидел Табличку Честно сказать Первый раз в жизни У меня случился приступ Дикой радости В том плане В том плане что Ну нет уже Пяти дырочных Этих табличек Ну нету Пяти дырочных Я смотрю Курс продажи Доллара 10.00 Офигеть Вот это думаю красота За 10 рублей Можно купить доллар Ну просто это было сотня Но у них нету Пятой дырки Понимаешь Но даже сфотографировали Разместили В фейсбуке Просто на радостях Ну у нас У нас давно Все в долларах Измеряется Это У вас сейчас Так это коснулось Мы всегда приезжали Вот Ну то есть у нас Все давно Все меряют в долларах Доверия Доверия нету К родному Зайчику Мы давно перестали Мерить в долларах Ну да Мы в курсе Вспомнили Об этом Нам об этом Напомнили неожиданно Что доллар тоже есть Хотя в принц Не хочу о политике Ничем не подкрепленное Ладно Тема другая А ты долго будешь Заниматься страной Я конечно могу Много тренгедия Долго Полторы минутки Полторы Ах понял Засекаем время Смотрите Он обещал Через полторы минутки Они будут готовы Тогда что касается Альбомчиков Давайте Во сколько альбомов Тоже У нас два Альбома Как полноформатных Да А Какойра Какойра У нас вышел сингл В сентябре Не шагу назад Туда вошло Три трека Вы их сегодня поете Да Будут спеты Ну то есть Когда они будут спеть Скажи Павел Что это с этого сингла Ну дело в том Что мы Не то что там Поменяли название Ну то есть мы По сути просто Изменили название А Играть что-то же самое Да конечно Репертуар остался тот же Посыл тот же Просто Чтобы не объяснять всем Что мы там Не паровоз Потому что Многие думали Что секс Это значит На сцене будет Какая-то Твориться в экранале Ну естественно Тяжело было Объяснять людям Поэтому Было принято такое решение Чтобы люди не думали Ни о чем Ну да Чтобы Во имя Процветания И продвижения Дальнейшего коллектива Понятно Ну батике тоже Видимо не нравилось название Ну не знаю Он нам лично Не сообщал Ну я предполагаю Ну я предполагаю Вряд ли Вряд ли Вряд ли Кстати что касается Ваканалии Может быть вы Ваканалии Никакой в общем На сцене Ты не устраиваете Но судя по тем фотографиям Которые блукают По интернету Очень сильно Фанатки ваши В первых рядах Безумно любят Показать титьки Причем делают это лихо Я не знаю На какой песни К ряду Но как не посмотришь Фотку из зала Зрительного Так Все тетки Вот так руками вверх Майки в ручках Это вот Когда название сменили Или пока сексом были Это пока сексом были А теперь чего А теперь парни показывают В общем логично Ну так Интересно эти Чьи они пока Свои или девчонки Мне интересно Ну просто Все готов Да Давайте петь дальше Что это будет Песня со второго альбома Заглавная С альбомом ДСМ Называется Не сожалеем Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Группа Уэра Это Город Рогачев Беларусь Погнали О том Что смертельно Больны рок-н-роллом Кому-то Как кость Стоим В горле Колом О том Что всегда На своей волне О том Что родились В этой стране Мы ни о чем Не сожалеем Рубим свой рот Живем Как умеем С нами Свободы Над головой Это наш шанс И мы Примем Бой О том Что менты Копье Ненавидят О том Что в татухах Нас дети Увидят О том Что с таких Как вы Нечего взять О том Что другими Уже нам не стать О том Что мы раньше Безбожь набухали О том Что в подвала Концерты играли О том Что стартуем На красный свет О том Что обратной дороги Нет Мы ни о чем Не сожалеем Рубим свой рот Живем Как умеем Ставят свободы Над головой Это наш шанс И мы Примем Субтитры создавал DimaTorzok Мы ни о чем Не сожалеем Рубим свой рот Живем Как умеем Ставят свободы Над головой Это наш шанс И мы Примем Бой Спасибо за струнку Хорошая страна Спасибо Надо сказать Компании Мир струн За эти струнки Они недаром там На подоконнике лежат Скажите вот что Мне правда Дико любопытно Сама по себе История Связанная С музыкой В Беларуси Много очень хороших Коллективов Очень хороших Вот реально много Я еще низкий Забыл Низкий Сночность в ротации Тоже белорусский коллектив Вот Очень много Я не знаю Может быть Это сливки Вот то что нам попадается Ну по крайней мере Как мы не возьмем Коллектив В программу Ну так прям Вот здорово Как не попадает В ротацию Так все на него Внимание обращают У вас Все коллективы Талантливые музыкальные Все прям клевые Клевые У нас очень много Талантливых коллективов Или вы отстреливаете Тех кто играет Чтобы не позволили Да не на самом деле Очень много групп Ну просто наверное Доходит До сюда Ну конечно тот Кто стремится К чему-то Тот сюда и попадает К вам же тоже Нельзя просто так попасть Правильно Да только за бабки Конечно же Что лишь просто так Ну-ка поясни Сейчас народ же Начнет думать Ну в плане Через постель Это интересно Чья постель должна Директор нам запретил Об этом говорить Директор запретил Вот он сидит Так ну давай Директор сюда Давай Иди к нам Иди рассказывай Как вы попали В программу живые Давай Мне дико интересно Что что Не приплетайте Так вот Ну чтобы было понятно Сюда действительно Случайные группы Не попадают Сюда попадают Только талантливые музыканты Которые играют Хорошую музыку Другое дело Что все считают С себя талантливыми И все очень сильно Надеются на то Что они сюда попадут И очень сильно обижаются И с ним говоришь Что они Ребят Вам пока рано Или например Ваша музыка Нас не особо интересует Возникает тоже Куча вопросов Почему Приходится объяснять Есть такие настырные Которые задают вопрос Почему Уже на протяжении полутора лет И объясняешь Объясняешь Бессмысленно То есть какая-то Такая история получается Ну что просто Ну невозможно Объяснить человеку Почему нет Вот на смс-портале Ойра будет выступать На фестивале Нашествия 2015 Прошу Давайте доживем Сначала А у нас Либо в микрофон Либо молчим Ты либо сюда иди говори Либо не говори вовсе Мы постараемся Ну конечно Мы все делаем Для того чтобы Попасть туда То есть если нас Все это что вы делаете Играем Записываем песни Я думал Вернуться к вопросу Через постель Стало мне интересно Что же вы такого делаете Ну в плане Работаем Над Над развитием коллектива Понятно Ну эта тема Естественно Это вопрос не к нам Попадете ли вы На этот фестиваль Это вопрос Другой радиостанции Прямо скажем Так Есть какие то еще вопросы Такие любопытные Вот например Дмитрий Дворецкий Тот же самый Который из Беларуси Есть довольно популярная группа В Беларуси Похожая на этих ребят Дай дорогу называется Спросите может у них Как они вообще сами К ним относятся Может присоветуют вам В эфир поставить Ну мало ли что Они присоветуют Дмитрию Решим то мы сами Ну знаете группу Дай дорогу Да конечно знаем Мы с ними выступали Неоднократно Это хорошие ребята Они играют уже Наверное лет 15 Если я не ошибаюсь В Беларуси Ну да Мы по сравнению С Дай дорогу Мы очень молодые юнцы И Ну вот мы с ними выступали Это не аргумент Потому что выступаете Вы со многими группами И даже с теми Которые просятся в программу Не один раз Но есть такие Которые сегодня Никогда не попадут Несмотря на то Что вы с ними играете Но мы знакомы Дело в том Что мы с Нискис знакомы Отлично Нискис все таки называется Нискис Почему они сами про себя сказали Нискис А может Нискис Ну не знаю Ну как бы мы учились В Могилеве Беларусь Это небольшая Много пересекались Лично знаем Да Классная группа С Дай дорогу Тоже кучу раз играли Надо послушать Дай дорогу Просто любопытно Вот на Доброфесте Который был в этом году Беларусь Представляли мы Дай дорогу Ну в общем По совести сказать Дай дорогу Должны были выступать в живых В тот период Пока мы работали На той радиостанции Которая распоряжается Фестивалем нашествия Но как-то со временем Не вышло Мне пришлось оттуда уйти И в общем Они в списке стояли И даже в графике были Но вот не попали К нам тогда Глядишь На свое радио попадут И тогда мы и сравним Вот человек пишет Что они похожи Ну на вас Или вы на них Уж не знаете Ну скажем так Мы наверное Как похоже Похоже Хвостиками что-то Их тоже трое Их тоже трое Наверное только этим Поскольку музыкальный материал У нас абсолютно разный Ну вы послушайте сами Послушайте сами решите А так нас просто С кем только не сравнивали Нам уже говорили Что мы и на Ласковый май похожи И на Сектор газа Очень похожи И на Ляпи Струбецкой Струбецкой похожи И на что только не похожи Вот Аннет пишет Кстати Я даже не подумал Об этом сразу А ведь правильно Что название поменяли Я конечно головушкой Не страдаю По поводу латиницы В названии Но искать в Иннете Инфу про Уэра Несколько легче Чем про секс Да Нам уже неоднократно Говорили об этом Просто говорят уже Пока найдешь Руки устают Пока найдешь информацию О группе Пока доберешься до музыки Руки урастер Я понимаю Поэтому правильно сделали Иначе вы какой-то Тоже там 75 строкой Появляетесь в Интернете До тех пор Пока до вас доберешься А Уэра Так наверное первая Сразу выскакивает Больше нет наверное Уэра еще Нет есть в Украине Есть в Украине Фолька Фольковая группа Уэра Да есть такая тоже Давайте будем пить еще что-нибудь Что это будет Сингл Один за всех У нас на эту песню Клип есть И Ну у нас на все будет Клип есть Серьезно У вас на все песни Клипы есть У нас 7 клипов 7 клипов Да Ну об этом тоже Надо было бы поговорить Конечно Ну это к роду Нашей деятельности Просто потом мы можем Рассказать у нас Естественно Есть интересная С этим синглом Очень история Окей Как называется еще раз Пардон Один за всех Один за всех Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня группа Уэра Поехали Сколько раз не помню Говорили люди Эй чувак Бросай свою фигню А я повторяю Им всегда упрямо Что я эту музыку люблю Одноготки все С детьми И все по заводам А кого-то проводили На тот свет А я фигачить буду На своей гитаре Даже когда будет Вместо 40 лет У меня есть друзья У меня есть музло Что ты можешь предложить мне взамен Один за всех И все за одного Мы ждем и мы дождемся перемен У меня есть друзья У меня есть музло Что ты можешь предложить мне взамен Один за всех И все за одного Мы ждем и мы дождемся перемен Курсы зомби по ускоренной программе Люди нужные с рождения тут как тут Где молиться и где убивать расскажут В направлении нужное билет дадут На моих руках мои татуировки Свой по жизни путь я выбираю сам И если я кому-то в этой жизни должен То уж точно девочки не вам У меня есть друзья У меня есть музло Что ты можешь предложить мне взамен Один за всех И все за одного Мы ждем и мы дождемся перемен У меня есть друзья У меня есть музло Что ты можешь предложить мне взамен Один за всех И все за одного Мы ждем и мы дождемся перемен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня есть друзья, у меня есть мусло, один за всех и все за одного. У меня есть друзья, у меня есть мусло, один за всех и все за одного. У меня есть друзья, у меня есть узло, что ты можешь предложить мне взамен Один за всех и все за одного Мы ждем и мы дождемся перемен У меня есть друзья, у меня есть узло Что ты можешь предложить мне взамен Веселенько так. Спасибо. Хорошо. Скажите, вот тогда такая история. Вы такие веселые вопреки или такие веселые, потому что так весело живется? Да, хорошо живется на самом деле. Каждому живется так, как он хочет, чтобы ему жил. Мы за добро. Мы светлую сторону принимаем. Мы просто не хотим угнетать публику и без того уже угнетённую. В смысле, у вас вообще лирики никакой нет? Конечно. Это что же нужно? А то как-то всё радостно и весело, с одной стороны, хорошо. Нет, так у нас и лирика радостная и веселая. Чё, медляков нет вообще? Есть. Так а как же тёткам с детками танцевать-то на вашем концерте? Медляки быть должны, парни, вы чё? Самые популярные медляки обычно у самых тяжёлых групп. Значит, у вас тоже должны быть медляки, чтобы девочки, которые уже сняли маечки, они уже нашли себе, наконец, пару и могли потанцевать нормально, тесно прижавшись к мужскому, так сказать, потному телу. Ты знаешь, да. Да. Ты знаешь, да. Когда оба потна, этого уже не замечаешь. Я знаю уже. Ну, я в курсе, да. Я понимаю, что ты догадываешься. Я к чему это говорю? Потому что радостно-радостно, безусловно, а с другой стороны, как раз именно в медленных песнях и выявляется, на самом деле, нутро человеческое. Кто пишет текст? Оба. Сразу? Нет. Ну, как иногда вместе. Кто-то написал одну песню, а другую песню. Или сразу на одной песне вдвоём работаете? Ну, либо я пишу, потом все делаем, либо Дима пишет, либо мы собираемся, прям концепцию как-то вдвоём продумываем. Ну, бывает, на посиделке на какой-нибудь. За бутылочкой чего-нибудь весёлого. Ну, то есть гитарку берёшь на прошлое. Мы сначала придумываем смысловую нагрузку. Ну, в последнее время так стали делать. То есть про что, о чём под это уже делается музыкальная композиция, чтобы могла передать настроение, атмосферу. А потом текст. А потом текст. То есть музыка сначала. Музыка первична получается. Ну, чаще. Нет. По-разному. По-разному. Иногда Дима присылает музыку, я пишу на неё текст. А иногда наоборот? Нет, наоборот. Бурлот, а что не делает ничего, я не понимаю? Кроме того, что на барабан. Нет, он у нас... Он у нас вообще всё делает. Аранжирует всё. Ну, пока вы говорите о том, что вы пишете музыку, текст. А он что делает, помимо того, что... Он барабанит у нас. Это понятно, что он барабанит. Но в качестве придумки... Он секс-символ группы, ему есть чем заняться. Отличать надо. А, то есть в этом смысле. Да. То есть если что, вы к нему отправляете. У всех тёлочек на себя берёт после концерта. Я понимаю, да. Тебе было бы тяжело, да? А он берёт. Молодец. Вот, кстати, про веселость трека. Вот, например, лично меня вот за эту песню, один из за всех, уволили с работы с государственной. А где работал? Отдел культуры в Рогачёве. Отдел культуры... Режиссёр молодёжного театра. Вот так. И за эту песню уволили. Да. Ну, я же говорю, вы поёте вопреки или на радости, конечно. Почему я спрашивал? Я же понимаю, что так и должно было бы случиться. Трудно вам в этом плане. Но, с другой стороны, может, и правильно, что уволили? Да, я, наоборот, рад. Ты же нашёл другую работу? Да, я сейчас индивидуальный предприниматель. Вот и всё. Вот видишь как, всё начинается с того момента, когда тебя увольняют. А что касается клипов, ты начал было говорить о том, что у вас семь клипов. И это имеет отношение к вашей работе. Ну, вообще, с этого всё началось, на самом деле. То есть, проект «Секс», ну, такой, зародился в 2007 году. Я название придумал, пригласил Женю на барабаны. Это такие были эпичные очень выступления. Мы вдвоём играли. Мы называли это «Бард метал». Вот. Ну, и шлялись по всяким фестивалям. Ну, просто катались, веселились. Параллельно с этим мы вот в этом же городе, в Рогачёве, проводили фестиваль Рогачёв, который называется. Тоже у нас назывался «Живой музыки и хорошего настроения» фестиваль. Вот. И в 2011 году я встретился с Димой, а мы знакомы с училища культуры. Я закончил театральное отделение Могилёвского училища культуры, а Дима... Инструментальское отделение. ...мунитальное по гитаре. А Евгений ничего не заканчивал. Нет. Он молодой ещё. Он секс-символ, я понял. Да ладно, поехали. Ему есть чем заняться. Ему не обязательно это было заканчиваться. Вот. И я встретил Диму, а мы... Как это прозвучало? Я встретил Диму. Наши взгляды пересеклись. Пересеклись. Так. И мы поняли, что не можем жить без друга. Так, так, так. Вот. И появилась группа секса. А мы только-только сделали запись «Всё будет», вот песня, которую мы играли. Только-только её записали. Ну и говорили, разговорились. И Дима говорит, чем ты там занимаешься? Я говорю, да вот, дал ему запись эту послушать. Он в Москве жил на тот момент. Он уехал, а потом через неделю написал мне, что надо встретиться, обговорить. Ну, приехал и говорит, давай клип снимем на эту песню. Я думаю, какой клип, что за... ну, как-то к этому всегда относишься. А как казалось, Дима занимается, занимался и занимается плотно видеосъёмкой. Вот. У него там оборудование. Или что? Что? Свадьба, похоро. Нет, я порно снимал. То понятно, почему. Почему клип был удачный, я понимаю. Нет, он снимал клипы, они выходили на A1, когда был ещё там, группы были. Вот. И мы сняли буквально за один вечер, всё очень быстро, мы сняли клип на «Всё будет». Вот. В честь этого всего... Я представляю себе, какая там картинка. Режиссёр порно. Нет, всё очень позитивно весело. Нет, там всё позитивно. Да. И потом... Ах, где не понятно, интересно. Самое позитивное видео, о чём вы? Ребят, смотришь и понимаешь, да? Дима играл в группе «Юрбай» в Москве, она базировалась. И мы пригласили его в качестве... Его группу в качестве хедлайнера на фестиваль. Он приехал. И так случилось, что к моменту фестиваля у нас не было гитариста. Мы с Женей очередной раз выгнали гитариста. И мы попросили Диму подыграть просто нам, как сессионщика. Да, я сыграл четыре трека, понял, что то не моё, это моё. И то развалил, сюда пришёл. Ну, в общем, бросил порно ради музыки, я понимаю. Мы в 2011 году отправились... Теперь секс-символовый барабанчик. Да. Да, очень хороший переход, кстати. Очень правильный. Я сейчас читаю сообщение одно. После чего вы сыграете? Кто это будет? Медленно, как и попросили, лирику. Наконец-то! Как будет называться лирика? Тебе, народной мове. Вот. Я к чеке и вёл вас. Слышал же на чеке, что вы поёте на своём родном языке. Владимир пишет, вот Чащев, например. Я уже наблюдаю человек 10, который пялится в мой ноут в аэропорту Краснодар. А некоторые спрашивают, что это такое, я смотрю и слушаю. А некоторые уже лезут на сайт своего радио, чтобы посмотреть, что вы там делаете. Ребята, вы необычайно популярны сейчас. Рейсы задерживают. И похоже, что тут уже не справляется интернет. Настолько много народу рвётся сейчас посмотреть и послушать, что у вас там происходит. Так что давайте сейчас по-честному так вот вдарим по-настоящему, чтобы в аэропорту Краснодара ещё часа два рейсы не летали, а слушали. Это вот, кстати, песня, под которую снимаются майки. А, вот именно та. Посмотрим на девушек в нашей студии, насколько у них этого... Хорошо, не буду продолжать тему. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня «Ойра». Поехали. 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 Тебе ждать Тебе гакать С тобою жить С тобой летать Огонь вошаг Я буду сгинуть С тобой любые коры сможем сдвинуть Я намалю твои вузны Я намалю твои вожжи Я намалю твои руки Я намалю все твои наши В одиноте Одразу пусто Душа рыдая Разум едет сглузду Олежь я тольки Тебе уважу Тады от счастья я Болья плажу Я намалю твои вузны Я намалю твои вожжи Я намалю твои руки Я намалю все твои наши Я весь тебе все время жую Я кожной клеткою смуткую Я разбиваю свои мары Под откослятся все справы Коли я бачу твои вожжи Коли меня не целуешь вношу Коли руку твою трымаю Разумею что какаю Я намалю твои вузны Я намалю твои вожжи Я намалю твои руки Я намалю все твои вожжи Я намалю твои вожжи Я намалю твои вожжи Я намалю твои руки Я намалю все твои вожжи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойду сниму майку Пиштарина Китова. Первое же сообщение, которое появилось, как только вы начали петь, а кто-то ее предупреждает. Ну да, конечно, тогда фотку нам в студию, чтобы самолеты нигде не летали. Ответ ее у меня просто убил. Двигаться все перестанут. Не то, чтобы самолеты летать, пишет Арина Тито. Ну, в общем, это, конечно, утверждение немножко, я бы сказал, легкомысленное, потому что надо увидеть для того, чтобы понять, насколько оно справедливо. Если вы действительно готовы... О, да. Я в профиль загнул сейчас. Если вы готовы показать ребятам результат, так сказать... То мы посмотрим. То ребята посмотрят. То мы тоже готовы. В общем, я парням покажу, на самом деле, если хотят. Андрей Демьян пишет, ребята, дайте четыре дырки в потолке просверлить, сделайте паузу, а то стою на табуретке, в такт ногой дрыгаю, перфоратор со скалью. Ну, в общем, это говорит о том, что вы нравитесь, это очень здорово, иначе, в общем-то, в принципе, работа программы «Живые» была бы совершенно ни к чему, если бы те коллективы, которые сюда приходят, не нравились публике, как минимум, радиостанции «Свое радио». Это очень здорово. Вот эту песню на мове вашей... Я бы взял в ротацию с удовольствием. Пожалуйста. Что значит «пожалуйста»? Пластинка где? Спасибо. 4647 – короткий номер для ваших смс. Пишите сначала свои, пробел, а потом уже все, что хотели бы сказать. Ну, нормально? Пожалуйста, говорит. Первым делом надо входить в студию, пластинку приносить. У нас не было никогда ее. Пластинки? Мы все на флешках. Дешевле выпускать. Я понял, бедные музыканты. Ну, да. Я понимаю. Ну, чего я, собственно, прошу? Ну, тогда флешку. Ну, как минимум. У нас были сразу же, но они... Полез за флешкой, что ли? Флешки лежат. Да там БДСМ, там нет этой... А, там нет. Нет, почему? Может быть, я... А, может, это и не те флешки ищем. Может, там что-то другое, на самом деле. Слушайте, но если уже иметь в виду профессии ваши, понятное дело, что музыканты что в России, что в Украине, что в Беларуси не зарабатывают большей частью на музыке, а работать вынуждены для того, чтобы как-то жить. Ну, тебя уже уволили, я понял. И чем ты теперь занимаешься, я с трудом себе представлю. Я по стопам, Дима, пошел, тоже видел съемкой и занимаюсь. То есть теперь вы оба занимаетесь видео? Да, этим и зарабатывали. Нет, ну, если всерьез, что снимаете? Серьезно? Нет, нет, я понимаю, что снимаете. Вот в этом летом, к примеру, мы сняли два в Беларуси фестиваля крупнейших. А, то есть вы обеспечиваете видеосъемки, фестивали, концерты? Да, делаем фильмы. Фильмы по стопам, скажем так, да? Ну, не только. Я еще снимаю... Ну, как бы, я жил в Москве 12 лет. Я только в апреле переехал обратно в Беларусь на родину. Здесь снимал такое коммерческое кино, ну, как сказать, кино для бизнеса. Это внутрикорпоративные фильмы о успешных проектах. Ну, то есть ты как режиссер или как оператор? Да, как оператор и как режиссер приходилось все делать самому. Ну, как, денег хочешь заработать, сократи штат. Сделай все сам. Это да. Хочешь сделать хорошо, вообще сделай все сам. Это да. Это да. Ну, то есть, получается, те фильмы, которые, ну, скажем, демонстрируют о себе всяческие серьезные бренды, это вот как раз примерно то, чем ты и занимался. Типа рекламных роликов, но больших и длинных. Да, больших и длинных, очень сложных и непонятных вообще для простого слушателя. И, в принципе, непонятно зачем? Понятно зачем. Для того, чтобы продать свой продукт. Кому, если это непонятно простому? Крупному бизнесу. А, то есть мелкий бизнес, более крупный. Нет. Нет, скажем так, это вообще были фильмы для очень крупного бизнеса. Надо бы увидеть. Ну, я полагаю, что для очень крупного бизнеса можно и без формы обойтись, конечно. Ну, да. Давайте-ка вот поговорим все-таки, на самом деле, с Евгением. Как-то он остался у нас. Микрофончик, тяни к себе. Чего сидишь, смотришь? Вот. Эй, эй. Вот. Скажи, пожалуйста, ты-то чем зарабатываешь себе на жизнь? Я замещаю Валерия, которого уволили из Дома культуры. Ну, мы с ним были когда-то коллегами. То есть ты его подсидел так. Друзьями. Ну, да, благодаря мне его и уволили, в принципе. Теперь ты руководишься отделом культуры, я так понял. Поэтому он испорядился за стеклом. Не дай бог. Нет, ну правда, чем? Работаю в Доме культуре звукорежиссером. Звукорежиссер Доме культуры. Вот все. Теперь понятно, что, в общем, в принципе, вы люди творческие, не прекращаете свои творческие работы, помимо музыку. Да, конечно. Не-не-не, конечно. Если бы ты знал, кем работают иной раз музыканты, которые приходят сюда играть. Да мы общаемся с музыкантами. Мы знаем, кем только они работают. Поэтому вам-то, в общем, повезло. Потому как вы все равно, как бы там ни было, помимо музыки занимаетесь культурной деятельностью, творческой деятельностью, интересной деятельностью. Ну, мы к этому пришли. Мы тоже чем только не занимались. Чем только не занимались, абсолютно. Я был человеком рекламы. Я приехал в Москву 12 лет назад. Моя первая работа на Арбате была. Ну, меня все спрашивают, ты где работаешь? Я говорю, в рекламном агентстве. Да, круто, расскажи, как? Поросенком. Я говорю, нет, я со щитом стою на Арбате. Ну, а еще есть, знаешь, какие-то гростовые фигуры? Поросенки. Нет, в этом не ходил. Ну, вот это была первая работа. Нормально отстоял. Потом там... Нормально отстоял. Потом холода настали. Там ламинация, ламинировал картинки в типографиях, работал дизайнером потом. Ну, и растешь, растешь как-то. Обрастаешь знакомствами. И хочется чего-то большего. Хочется роста для самого себя. Это естественно. И все. Это естественно. У тебя такая же слезливая история про то, что стоял на Арбате? Да, не, на Арбате я не стоял. У меня тоже хватало забавных работ. И с Витовиком я работал, и в кукольном театре актером месяц. Потом меня выгнали оттуда. Слишком большой. Из-за ширмы выглядываю. Высокий. И на заводе с синтепоновым. С синтепоном? Чего делал с синтепоном? Ой, блин, там такая история забавная. Чуть не сжег завод. На самом деле была последняя смена. Там такой был большой агрегат очень. И гад, начальник смены. У меня последняя ночь была вообще. И он меня заставил. А приехал там директор, и все начали ИАД делать. У нас называется имитация активной деятельности. А еще НИАД, неконтролируемая имитация активной деятельности. Вот у него была неконтролируемая. То есть мне кричал, ну, а там такая машина, очень много шестеренок, они все открыты, и туда залетает этот синтепон. Ну, такие. Я понимаю, что такое синтепон, да. И надо чистить это. По правилам безопасности нужно чистить это крюком железным. Он мне говорит, иди чистить, иди чистить. Ну, я пошел чистить, значит, ЦАП один раз, ЦАП второй. Тут этот крюк туда. Синтепон оттуда. Машина эта просто подскочила. Там огромная, как комната. Это большая просто. Эта машина подскочила. Все просто в шоке. Он побледнел, бедный, вот. А тут прибежал, там был этот человек, который замдиректора. Он схватил сварку, она вырвала машину. Ну, она в бетоне была, вырвала. Он схватил сварку, начал делать, что он присварит. И, короче, сваркой в кабель дал, который вырвал. Произошел взрыв, дым, все помещение задымлено. Но я был так счастлив, это было. Так я видел Ленина, так я поработал. Вторая машина осталась работать, и ко мне подходили ребята и говорили, Валера, может... Может, почистишь? Пришло время почистить синтепон. Мы все были очень счастливы. Это хоть какое-то приключение в скучной деятельности завода. Я понимаю. История красивая. Сколько по хронометражу примерно следующая песня? Минутки три, наверное, да? Да, у нас все приблизительно одинаковые. Ну, окей, тогда пора петь, чтобы мы могли закончить этот час чем-то веселым. Песня называется «Я рок-музыкант». И вот это как раз сингл, который у нас вышел в сентябре. Из сингла. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Ойра» из Беларуси. Поехали. Я самого рождения имел предназначение. Я громче всех детей орал в роддоме. Часы летели и года. Я верен был себе всегда. И наплевать хотел на то, что в моде. В глазах у вас вопрос простой. Хотите знать, кто я такой? Я рок-музыкант. На плече гитара антидепрессант. Я рок-музыкант. Девочки, хотите сладкий варим? Я рок-музыкант. На пути к успеху позвуные там. Я рок-музыкант. Сдатки высоки, но я иду в аппарат. Моя свобода, мой эфир. Я лично создал этот мир. Моя судьба, мои друзья и братья. Наполнит ветер паруса. Я слышу в жизни голоса. Любовь моей всей жизни как основа. В глазах у вас вопрос простой. Хотите знать, кто я такой? Я рок-музыкант. На плече гитара антидепрессант. Я рок-музыкант. Девочки, хотите сладкий варим? Я рок-музыкант. На пути к успеху позвуные там. Я рок-музыкант. Ставки высоки, но я иду в аппарат. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант. На плече гитара антидепрессант. Я рок-музыкант. Девочки, хотите сладкий варим? Я рок-музыкант. На пути к успеху позвуные там. Я рок-музыкант. Ставки высоки, но я иду в аппарат. Девочки, хотите сладкий варим? Я рок-музыкант. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант. И сразу, прежде чем мы продолжим нашу с вами беседу, я прочитаю сообщение от Юли Усовой. Скептически была настроена. Не всякий позитив люблю. А всякая яркая клоунада вызывает у меня резкое отторжение. Аой, раз каждой песней все больше нравится. Сильно бодро. Музыка просто то, что я люблю. И очень нравятся тексты, темы песен. То, что совсем то. Вот именно то, что я люблю. В ротацию сильно надо. Тебе и рок-музыкант вообще супер. Это как раз то, о чем мы с вами только что поговорили в паузе. Что именно эти две песни, я для себя подметил еще и да. Обязательно нужно было бы их привести. Я на них и рассчитывал. И, собственно, народ на них и среагировал. Что очень ценно. Значит, мы с аудиторией своего радио, в принципе, одним воздухом дышим, что приятно. А вообще аудитория у нас очень хорошая, правда. Это вот то, чего я всегда хотел, чтобы было у радиостанции. Когда люди понимают вкус нового, свежего, возможно, неизвестного. Не сидят на одном и том же кокаине, а меняют его периодически. Это же тоже важно. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47. Свои. Пробел. А дальше ваше сообщение. Да, и в группе ВКонтакте, пожалуйста, пишите. И там, где вы видите все, что происходит, это на планете. Там есть чат. Я буду зачитывать все, что попадается на глаза. Я имею в виду приличное, интересное, хорошее, если это имеет отношение к сегодняшнему эфиру. Давайте петь. Да, конечно. Давайте петь. Что это будет? Тоже из сингла трек «Не шагу назад». Заглавная песня сингла, который уже вышел под знаменами Оэры. Называется он так и называется. «Не шагу назад». Ага. Ага. Как всегда, живой звук. Программ «Живые». Оэра здесь сегодня. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они говорят, как нам нужно жить. Они говорят, куда надо смотреть, как одеваться и что нужно петь. Они говорят, ты должен терпеть. И нету сомнения, как поступить, как это препятствие преодолеть. Когда у тебя забирают мечту. Ни шагу назад, полный вперёд. Мой рок-н-ролл меня снова зовёт. Пройдя через всё, остаться с собой. Ни шагу назад, последний герой. Ни шагу назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни шагу назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они говорят, что мы просто рабы. Что мы не способны сами даже дышать. Но в нашей крови течёт сила любви. И этим уродам нам есть что сказать. Пускай тяжело подниматься с колен. Пускай ноет тело и в спину плюют. Мы выбрали путь, и с него не свернём. Ни шагу назад. Полный вперёд. Мой рок-н-ролл меня снова зовёт. Пройдя через всё, остаться с собой. Ни шагу назад. Последний герой. Ни шагу назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни шагу назад. Полный вперёд. Мой рок-н-ролл меня снова зовёт. Пройдя через всё, остаться с собой. Ни шагу назад. Последний герой. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Ну, это практически гимн, я так скажу. Кого? Не знаю, кого. Людей, которые действительно занимаются своим делом и плевать им на то, что им говорят. Гимн. Настоящий гимн. Ну, просто, к слову, было сказано, что, ну, вот, Юля, да, по-моему, девушка говорила, что я к позитиву плохо отношусь. Мы, ну, не позитив, но сам, мы жизнеутверждающие. Нет, она не говорила, что плохо относится к позитиву. Ну, что изначально. Нет, она говорила изначально о том, что ей не очень нравится панк-рок, имею в виду, да, когда это касается клоунады какой-то. У вас клоунады нет, у вас музыка несколько иного содержания, несколько иного качества, иного кача, скажем так. Вот это она и признала. Смотрите, какая штука. Я прочитаю это сообщение, а потом одну вещь скажу. Я скажу одну очень умную вещь, только ты не обижайся, пожалуйста. Пишет вам ваш звукач, который не смог приехать в связи с жизненным. Данила! Даник, привет! Ребята, все супер, так держать, вся Беларусь с вами. Спасибо ребятам, работающим на радиостанции «Своё радио» за мою замену, написал он. Так вот, Данила, Данила дорогой. Дело в том, что мы обычно звукорежиссеров-коллективов вообще не подпускаем студии к работе. Я объясню, почему, сейчас Данила обидится, объясню почему. Дело в том, что работа в клубе, работа на площадке, работа в студии, в записи, звукозаписи и работа в эфирной студии, это разные совершенно виды. И у нас было много уже раньше опытов, когда хороший коллектив и опытный звукорежиссер садился за пульт. Он знает их про репертуар коллектива и трындец. Он просто разволновался, не так написал. У нас просто завтра концерта, а у нас нет звукорежиссера. А это он и был. То есть он завтра на концерте. У него родился сын. И забрали паспорт в ЗАГС. Писать. И получается, что мы не смогли без паспорта его с собой взять. И мы завтра, я не знаю, опомнились в последний момент и поняли, что у Данила нет паспорта. Кстати, за звук, как обычно, нужно сказать спасибо нашему звукорежиссеру, Михаилу Шкаренкову. Спасибо. Огромное спасибо. Сегодня Миша на звуке, у нас их двое, Сережа и Миша. Оба достойнейшие. И мы гордимся тем, что они с нами работают. Но если Миша... Ты сейчас обернулся к нему на предмет завтрашнего... Я не знаю, как у тебя завтра с планами. Миша показывает все. Ну ладно. Времени нет. Нет, ну правда. И что, мне бы, например, было бы приятно, что наш звукорежиссер помогает вам в работе. Но у Михаила своей работы хватает. Как всегда, что-нибудь придумай. Нет, сейчас должно появиться сообщение от Данилы. Я взял билеты на поезд. На самолет. Да, на самолет. Очень бы хотелось, действительно, чтобы он был с вами. Дальше вот что Борис пишет. Впервые слышу эту группу. И прямо по душе как-то так пришлось. И вот возник вопрос. А такие же громкие, но более мелодичные песни ребята не пробовали делать? То есть, видимо, Борис подключился к нам вот только что. На самом деле. Вы же только что какое-то время назад пели. Ну да. Мелодичную, ну скажем, такую спокойную более. Не громкую, но спокойную лирическую песню. А вообще у вас много их в репертуаре? Лирики-то такой. Есть. Ну два трека точно таких. То есть, по полноценных медлякам. А по большей части все-таки такой драйв. Ну, есть и про любовь у нас песни. Даже так? На самом деле у нас около 30... Фу, рокеры про любовь. Фу. Шучу. Около 35, наверное, песен. Для того, чтобы как-то сложить полную картину о нас, желательно прийти на сольный концерт на наш 4 апреля в Москве. 4 апреля? Так долго? Ой, 18 апреля. 18 апреля? 4 апреля в Минске. Ну, давайте рассказывайте о том, где концерт. Дело в том, что мы пишем альбом, третий свой, вот, и уже забиты презентации. Это в Минске 4 апреля. 18-я Москва. 18-я Москва. А в Москве где? В рок-хаус. В рок-хаус. Так что вот те, кто сейчас нас слышит, ребятки, имейте в виду, 18 апреля весна, хорошо. Группа «Ойра» презентует свой альбом, третий по счету. Ну, я надеюсь, до этого мы получим от них хотя бы несколько песен в качестве премьер, для того, чтобы поставить их в ротацию. И заранее подтолкнуть вас и ваш интерес подхлестной, для того, чтобы вы пришли 18-го на их концерт в рок-хаус. Имея в виду близкие даты, завтра у вас, давай еще раз повторите, тогда завтра у вас сборничек такой. Да, Москов, первая московская рок-елка. Московская рок-елка. В рок-хаусе, 8 вечера. Да. И вы там играете, но, правда, не в одиночестве, это не сольный концерт, 4 коллектива, и вы вместе с ними. Да. Получается. Это всем тем, кто, может быть, думал о том, где завтра провести время хорошо и с кайфом. А в апреле это уже сольничек будет. Да. Презентация третьего вашего альбома. Все очень хорошо, все правильно. На самом деле, я ведь не шучу, когда говорю, что хотелось бы получить ваших песен свежих до презентации вашей в Москве. Это так. Мы это делаем действительно... Обязательно. Вот и все. Я хотел, чтобы это прозвучало, что обязательно. А то он кивает мне, понимаешь? Нет. Хотя бы ты скажи вслух. Нет, просто, если директор разрешит. Попробует он не разрешит. Это мы с ним отдельно поговорим потом. Он у нас жесткий. И все засмеялись, даже и Жене. А Женя заплакал. Давайте споем, что-нибудь. Что это? Так, следующая песня. Куполинка. О, да. Куполинка это с альбома BDSM. Красивая песня. Это белорусский народный праздник. Вот. Именно ему и посвящается эта песня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Ойра». Поехали. Поехали. Куполинка. Продолжение следует. Поехали. Этоkell парнинг. Куполинка. Поехали. Поехали. Это былец. Эфантинку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Студия аплодирует практически стоя, и на самом деле оно того стоит. Какая-то автологическая история получается, любопытная. Сегодня здесь Оэра. Это белорусский коллектив из города Рогачёв. Маленький город, но родивший вот такой замечательный коллектив, который тут уже начали, на самом деле, сравнивать даже с бригадным подрядом. Он пишет, что это такой белорусский бригадный подряд. Прикиньте, какая интересная аналогия. В Беларуси тоже выступали с бригадным подрядом. Очень хорошие ребята. Очень хорошие ребята. Они настолько были добродушны к нам и как-то расположены, что хочется даже сказать спасибо, привет передать. Ко-нибудь ко всем добродушны. Очень приятно. Но мы-то не знали, мы же провинциальные ребята и не знакомы ни с какими коллективами особо. Ну, с российскими вашими. Самое эпичное сравнение это с Агатой Кристина. Это кто у вас так? Ну, вот человек написал. Тоже у вас так-то, господи, прости. Ну, как-то было... Жестокий он человек, который это вам написал. По-моему, он хотел обидеть. Нет, он просто Женю одного увидел. Вы совершенно никак. Смотрите, пишут много чего. Я тут подметил для себя вот какие. Например, Андрей Архипов пишет. Ух ты, мать вашу, какая песня. И еще и на родном их, ну, в смысле вашем языке. Теперь 100% в мой плеер. Парни зажигают. Вздохнул, а выдохнуть забыл. Мощно так как. Кто-то говорит, что это вообще металл практически. Ну, по звуку, по саунду, который вы выдаёте. Ну, у нас разное всё. Это понятно, что разное. Но круто. У нас называют... Это комплимент, подожди. Это нормально. Нам говорят, что мы панк-рок играем, но на самом деле у нас куча как бы всего... У вас всё намешано. У вас очень разноплановая музыка. Это, кстати, здорово. Так же, как и в эфире своего радио. Это как раз наша история. Нет одного жанра. Их вообще нет. Жанром можно, конечно, как угодно называть музыку. Делё по жанрам, а смысл... Мы по этому поводу уже давным-давно не спорим. Мы ничего не доказываем. И не надо. Вот Арина что пишет. Классная песня, как, впрочем, и большинство. Группе долго привыкало. Поначалу не очень нравилось. Точнее, не нравилось вовсе. Потом был перерыв в прослушивании. Ну, это девушка, которая вас знает давно. И вдруг снова услышала, переслушала абсолютно все песни. И так прониклась. Безумно достойно. Ярко, позитивно. Огромный низкий поклон ребятке. И всё будет хорошо. Ну, я полагаю, что действительно есть такие слушатели, которые поначалу могут не принять по разным причинам. Это просто, наверное, ещё связано, когда мы начинали, у нас был такой внешний вид и атрибуты на сцене, что люди отходили даже, когда мы выходили. А что это за атрибуты? Ну, одним словом, так получилось. Мы поехали в свой первый тур три года назад. Должна была ехать вот группа, в которую я играл. Ну, как получилось, я почувствовал здесь свою душу. И говорю так, моя группа не едет, ребята, едем в тур. Они такие, в какой тур? Я говорю, 14 городов по Украине. Сколько? А сколько песен готовы? Четыре. Мы с четырьмя песнями умудрились выступать по 40 минут. Самое интересное, что мы ехали в разогреве у московской группы тоже, Evil Nutelon. А это, ну, металлисты. Вот это металл. И всё, что играло, то есть мы играли всегда перед ними. Они последние, а мы перед ними. И происходило так, то есть на сцену выходили там Death Metal, Black, это. Потом выходили мы. Мы были, ну, так получилось случайно тоже. Мы думали, как одеться на наш первый концерт. И там лежали эти пижамы, ну, эти больничные. Халаты больничные. И мы их перевернули и выглядели, как сумасшедшие. Мы просто все были в этих пижамах. Ну, и поскольку мы не знали, чем занять 40 минут, у нас вот у Валеры был член приклеен на бас. Вот там, где буква S сейчас висел. Ой, нельзя говорить, наверное, да? Почему? Член можно говорить? Можно. Висел лучше не говори. На себе лучше не показываешь. Он упруго стоял. Вот. Ну, такой на прилепке был. На присоске. Не настоящий. И когда мы появлялись... Я себе представил бас-гитару, он такой настоящий. А он очень реалистичный. Это так. Да, просто когда мы появлялись... Люди отходили на 5 метров от нас. И такие комментарии были. Ой, ну, паш. А потом была реакция уже в конце, типа, вот такой... И у нас были конкурсы с этим членом, поскольку играть было нечего. Мы его и продавали. Мы его и продавали. У него и имя было. Джон. Мы ставили... Ну, брали там 4 девушки, ставили член на лоб, и та, кто дольше продержит его на лбу, получала приз. Валера придумал, говорит, засосал гитариста. Подставил меня один раз. Все эти покажения? Да нет. Ну, девушка, которая выиграет, продержит член на голове. Нет, засосал гитариста, говоришь, поставил мне... Поцелует засос со мной. Приз был главный. Подставил тебе? Ну, он так подставил. Я не знал об этом. Он говорит, и теперь главный приз, поцелуй засос от меня ей. А я что стою? То есть мы так шутили, да, друг над другом? По-доброму. Мы шутили, как могли. По-доброму. Вот эти все, если кому-то интересно, есть похождения DVD у нас в видеозаписях в группе. Там так и называется. Оно там с этим, со всей атрибутикой. И да, и мы очень народу много... Мы понимали, что мы отпугиваем. Но в то же время было два варианта. Либо сильно привлечь, либо сильно отпугивать. Да, то есть нельзя ни в коем случае было оставить народ равнодушным. Было много отзывов, как положительных, так и таких, что просто... Эти придурки там просто... Знаешь, когда отзывы о группе не вокруг творчества, а вокруг члена на присоске, который стоит на бас-гитаре, мне кажется, пускай эти люди так и отзываются на всю оставшуюся жизнь. И слушать должны музыку, прежде всего. Мало ли, как человек себя реализует. Вот я массу видел людей, удивительных тоже, когда смотришь на человека, у него живого места нет на лице. Он весь в каких-то татушках, весь в каких-то пирсингах. И думаешь, ну, наверное, человек не очень здоров. Начинаешь общаться, нет, вполне себе разумное существо. Просто он так самореализуется. Ну, что с этим сделаешь? А вы с членом самореализовались. Тоже детскость некая. Ну да, это такое было... У нас еще была вагина, но мы ее подарили потом. А она где была прилеплена? Она не была, у нас был конкурс. Но я не буду про нее рассказывать. Ой, у нас там, да. Когда группа называется «Секс», я понимаю, почему. Во второй тур, когда мы поехали, мы сделали глиняные слепки из этого Джона. Много было. И дарили их. Нет, у нас были такие истории, что мы приезжали границу, там, ну, и нужно было показывать. И когда сразу чемодан... А в чемодане лежали одни члены. Ну, это было очень весело. Кому? В пограничнику. Вот я и думаю, что им-то действительно перебирать все это пришлось. Им-то было очень весело. А поскольку они еще были белые, ну, вдруг мы там кокаин перевозим в члены. Белорусский кокаин, вот батьки в Москву, да? И мы их потом... Потом у нас появилась идея, мы их начали продавать с аукциона, так как песен у нас было все так же четыре. А время нужно было чем-то заполнить. 40 минут надо было играть. Да, мы их продавали с аукциона, и потом было очень забавно видеть людей с... Они стояли уже, просто ими трясли все. А потом во встречах появлялись такие надписи. «Кто украл мой... Я положил там, поверните, я купил его, это мое!» Было очень много весело. Слушайте, ну вот теперь вы сами себя лишили возможности играть 40 минут, переименовав группу из «Секс» в «Ойру». Я вам скажу. Ну, теперь у вас песен побольше. Теперь у вас есть чем занимать это время. Давайте петь будем. Что это будет дальше? «Ойра» песня так и называется тоже на... На белорусском, да. Когда у нас вот эти там увольнения были, это все... Мы такой... У нас сингл вышел под влиянием такого... Ну, было там определенное давление на нас. Теперь все хорошо. Ну вот. Теперь не давит. Теперь вы перестали торговать тем, чем не положено. В общем, теперь давление как-то сошло на нет. Уже хорошо. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня «Ойра». Поехали. 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 Ну, в авторах я иду, а после работы на спортзале, а вокруг все пьяные, а як боты. Я жить всю, учить людей с принципу не буду Словы деда я своего николи не забуду А коли целуешь девку, то целую в усны А николи никому не равись покусы Аля мачаро казать, не кажи, не джона Сердцем в землю бежит все и не крыть и бока Моя родимая, мать и белорус Я о тебе не покину, я с тобою застану Моя матуля родные обероги Ну что казать, не вы такие лёстраки Худко скончится зима и весна почнется Только светлый успомин у сердце застанется Треба у цапе забить жахливую хатюку Каб проспись мучасу было, что сказать у нуку А коли целуешь девку, то целую в усны А николи никому не равись покусы Аля мачаро казать, не кажи, не джона Сердцем в землю бежит все и не крыть и бока Моя родимая, мать и белорус Я о тебе не покину, я с тобою застану Моя матуля родные обероги Ну что казать, не вы такие лёстраки Моя матуля родные обероги А коли целуешь девку, то целую в усны А николи никому не равись покусы Аля мачаро казать, не кажи, не джона Сердцем в землю бежит все и не крыть и бока Моя родимая, мать и белорус Я о тебе не покину, я с тобою застану Моя матуля родные обероги Ну что казать, не вы такие лёстраки Моя матуля родные обероги Моя матуля родные обероги Пишите что ли? Кто у вас с музыкальным образованием в коллективе, Дима? Ну я Какое у тебя образование музыкальное? Я почти закончил Могилёвское училище культуры за 20 дней до госэкзамена Я уехал в Москву, при этом сбежав из психиатрической больницы Стоять на Арбате Я сбежал, да 20 дней положили меня в психбольницу Может это нам помогает? Он тоже лежал И ты лежал? Нет Я хотел обрадоваться Положили меня в психбольницу На предмет Сказали что я слишком Армия Акцентуация личная Ну нас всегда готовили к армии То есть четвёртый курс был последний Пора ребят готовить в армию Так У меня на затылке татуировка Так Я был лысый Там котик набит Котик, просто милый котик Ну как и музыка, у нас вся милая такая Да И говорят Парень А у меня там дирижирование Всё надо сдавать Оркестр 60 человек ждёт К залу стоять котиком, между прочим Ну и говорят Типа сходишь Сходишь В больницу И назад На два дня Обследование Ну я думаю что время теряется У меня дирижирование Пошёл туда Они говорят раздевайся Просто мои вещи Трусы снимай Я снимаю трусы Они просто заворачивают это всё В мешок и уносят Я говорю а куда Я говорю стойте А куда вы мои вещи унесли Они говорят Парень Ну ты у нас на реабилитации Я говорю Какой реабилитации Положили меня на 20 минут Добро пожаловать Да Начали лечить В палате было наверное 14 психов Нет Койки стояли на расстоянии И только ты будет 25 сантиметров Нет Я был самый тихий псих Первая ночь Я не знаю как сказать Провел под кроватью Да я провел под кроватью Я боялся что меня забрызгают Ну все Ну как бы нельзя этим смеяться Ну душевнобольные люди Они мастурбируют Я Я Я чтобы не пойти в армию делал тоже Но меня На самом деле Но меня разоблачила кстати медсестра И она сказала Ты не больной Говорит вот сейчас Больной я так не мастурбирую Да Движение неправильное Театральное На театральном отделении У нас все когда пацаны пошли Ну и понятно все там Кто-то волосатый был Кто-то с сережкой Кто-то с татуировкой И все Весь курс направили на Ну чтобы к психиатру пройти Поэтому там все училище короче Там было Слушайте весело у вас Я вам скажу Весело Безумно Весело у вас Я уже забыл как это было Ну было в совке такое Ну а нет на самом деле В России тоже есть правило При котором если по моему 80% тело забито татухами То человека отправляют сначала В психушку на проверку Перед армией А потом могут даже в армию Да у меня одна татуировка была Нет нет Зато какая Ну котик И зато где Дирижер который дирижирует Оркестром стоя к залу Котиком Да нормально В любом случае это Понятно что история Которую уже никак не перепишешь Такая жизнь Ну надеюсь Ты потом насмотревшись На своих товарищей По палате уже знаешь Как это правильно делать Ну конечно Я всех научил Молодец Правильно Значит дальше читаю Вот что Пишет Может быть Вот такой вопрос у него есть Парни А как вы относитесь к утверждению Что белорусский язык Довольно роковый И сами вы на белорусском поете Так как это Позиция Национализм Свядомость И все такое Или просто звучание нравится Просто Некоторые мысли нельзя выразить На русском языке Это почему Потому что Вот когда ты думаешь о песне Ты думаешь на родном языке И поэтому Выражаешь ее на родном языке Потому что таким образом Мы специально не делаем этого Таким образом Ты можешь передать окрас Характер песни Какой-то Все-таки дать Поэтому Это рождается в голове То есть это независимо Это думать на этом языке А русский Как получается Так же думаешь на русском языке То есть что-то вот подходит на русском языке Что-то подходит на белорусском Не в плане В плане Ну понятен вопрос Национализма Не мы Не по этой теме Ну просто есть в Беларуси Группы Которые там Чисто поют на белорусском И все там А тот кто там Ну понятно Ладно Тема тонкая Тема тонкая Есть группа Красные звезды Она у нас ротация есть У них есть песня Я русский Я всегда смеялся По этому поводу Братцы вы белорусы А мне было сказано А что Какая между ними разница Что белорусы Что русские В общем одна нация Что украинцы на самом деле Нация это одна И здесь для меня действительно Вот внутренне Не хочу касаться политики Но одну буквально фразу скажу Внутренне Большая беда и горе Потому что По родителям По маме родня в Донецке Вся всегда Была По отцу в Днепропетровске Вот тебе здрасте А я всю жизнь Прожил в России Да И всегда был Не был украинцем Скажем По национальности И масса была всегда Приятелей, друзей, белорусов Которые никогда не делили На какие-то лагеря Одних и других И третьих Вот Поэтому вся эта история Делается политиками Имею ввиду Все вот эти вот Жестокие вещи А люди то везде хорошие И это надо тоже Принимать и понимать Будете что-то пить еще Или нет уже Все Устали что ли? Нет конечно Или конкурсы проведем Мы сейчас устроим В этой Так Да Что будет то? Песня Которая закрывала альбом БДСМ Называется Ну на тот момент она Так и называлась Мы устроим секс в этой дыря Это правильно Это правильно Тем более надо понимать Что ребята приехали к нам Не просто из Беларуси А из города Рогачев Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Ойра Поехали 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 Мы устроим секс в этой дыре На суше и остановись Мы крошили всё и будем крошить Я себя люблю, родная страна Остальное, да пошло оно нам И пускай какая-то ленивая жопа Только смеет нам помешавать Хо-хо, е-е-е Мы устроим секс в этой дыре 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 Так, а ну-ка идите сюда Идите, идите Напротив меня встали, сейчас оба давайте Сейчас ответ будете мне давать А что это такое, вот мне интересно Как, значит, про березки, поля, небеса И, понимаешь ли, всякие такие тонкие вещи Так на белорусском, как про жопу и секс, так по-русски Ну, у нас, кстати, на белорусском языке нету слова жопа Но есть дупа, но я не уверен, что это еще белорусское слово Это путь И очень, да, и хотелось прям вот Прям как надо Кстати, песня Мне интересно пришло сообщение Он говорит, пишет парень какой-то Говорит, слушай, классная песня Говорит, про жопу Я говорю, слушай, чувак, у нас нет песни про жопу Я говорю, у нас есть песня про то, что мы там устроим, ну, секс Ну, как рок-концерт Группа устроит классный рок-концерт Ну, понятно, да, понятно Он такой, ну, вот это, вот классно Вот ты там такой, говорит, поешь И пускай какая-то ленивая жопа только смеет нам помешать И вы устроите секс в этой дыре У меня сразу такой другой смысл немножко появился в этой песне Да, он провел свои Свои Фантазии Фантазии в эту Ну, фантазии, фантазиями, но усмыслиться по-любому она всегда Я, кстати, этот вопрос задал так шутливо, на самом деле А с другой стороны, смотрите, какая штука получается Вам в большей степени повезло, ну, белорусам Потому что вы владеете двумя языками Русскому человеку он говорит на русском И другого языка, в принципе, ему никогда никто не прививал А что белорусы, что украинцы Вы умеете и понимаете и знаете два языка Русский и украинский И можете, ну, украинец имею в виду и белорус Да Можете как-то действительно нивелировать и играть смыслами Там ужесточить, там сделать мягче Это круто И мне кажется, что это как раз один из тех моментов Который делает вас несколько более даже крутыми В текстовом смысле, чем русских музыкантов А по-английски не перебывали петь? Нет Вы хотите услышать белорусский-английский? Мне просто любопытно было Нет, я думаю, что мы к этому не придем все-таки Нет? Не нужно этого думать? Нет Во-первых, еще раз хочу подчеркнуть Что группы берутся петь на английском Я не думаю на английском языке Я не могу передать эмоции на английском языке Это будет ложь, ну, обман То есть, конечно, можно перевести наши текста Но это будет не то Я даже не представляю Ну, споешь А нету чувств Здесь я ощущаю Отдачу от каждой фразы, которую говорю А когда я это буду петь на английском Я буду понимать, что я что-то копирую С кривым каким-то акцентом Ну, это будет обман Я буду обманывать публику Не хочу заниматься обманом Так, как и вся группа Честные ребята, это здорово Вообще, честность, на самом деле Это самое любимое мое качество Так Дмитрий Дворецкий пишет Да, даже три белорусы и украинцев Хорошо понимают и наоборот Ну, в общем, правильно Не два, а даже три Потому как белорусские и украинские очень похожи А мне вообще обидно, что русские не знают Украинского и белорусского Я владею мовою Ну, имею в виду украинскую мовую Ну, в связи с тем, что Да, родственники, большей части оттуда А вот большинства россиян нет И это, кстати, большое упущение Надо бы, наверное Надо бы, наверное, в следующий раз Когда президент будет давать ответ на вопросы Разных журналистов Задать ему такой вопрос Приезжайте в гости, мы научим Нет, спасибо, лучше вы к нам Я уже знаю, что у вас Прежде чем отправить в армию Куда отправляют И чем там приходится заниматься Мало ли, если увидят татуировки Или длинные волосы Ну, его Как-то здесь спокойнее Хоть и тоже нервно Скажу вам У нас осталось с вами немножко совсем Двенадцать минут Сколько песен у вас заготовлено еще? Одна Как одна? А нам играть-то не во что Вы чего ж не взяли с собой тогда игрушки Как одна? Может быть, две? Можно и две Да, хотелось бы, чтобы вас побольше сегодня было Ну, веселуху тогда, наверное, сейчас сыграем А, перед этим это грустняк был Я понял, да То есть все, что мы делали до сих пор Это мы так грустим Час пятьдесят Это была тоска смертная Ну да А сейчас как раз веселуха-то и начинается у нас Под конец эфира Ну давайте веселое, да Давайте веселое Наконец уже что-нибудь Песня называется Саша Грей То есть это репертуар еще группы «Секс», как я понимаю Да Ну да Ну то есть Это обращение к... Я понимаю, да Я думаю, что мало кто не понимает О чем пойдет речь в песне с названием «Саша Грей» Как всегда, живой звук в программе «Живые», да? Ну просто хочется, что завтра вот новогодний праздник этот будет И подчеркнуть, как там будет весело и угарно Мы хотели бы этой песни Мог бы и не переводить В принципе, по-русски все неплохо понимают Поехали, сегодня здесь уэры Погнали Саша, вернись Мы так скучаем Жизнь без тебя Просто тоска Саня все ждут Вернись поскорей One love, Саша Грей Понеслась Ах, какой же скучный стал Интернет Потому что в нем Саша, нет Саши, нет Есть только старые фильмы Наследство твое Саша, вернись Мы так скучаем Жизнь без тебя Просто тоска Саня все ждут Вернись поскорей One love, Саша Грей Саша, вернись Саша, вернись Мы так скучаем Жизнь без тебя Просто тоска Саня все ждут Вернись поскорей One love, Саша Грей Мы готовы все отдать За мечту Саша, вернись Мы так скучаем Жизнь без тебя Просто тоска Саня все ждут Вернись поскорей One love, Саша Грей Саша, вернись Мы так скучаем Жизнь без тебя Просто тоска Саня все ждут Вернись поскорей One love, Саша Грей Саша, вернись Мы так скучаем Жизнь без тебя Просто тоска Саня все ждут Вернись поскорей One love, Саша Грей Саша, вернись Мы так скучаем Жизнь без тебя Просто тоска Саня все ждут Вернись поскорей One love, Саша Грей Не вняла, по-моему Так и не вняла Она поменяла сейчас ориентацию Она не услышала просто Может она после вашего эфира Нет Поменяется Но эту песню Разместили в официальной группе Саши Грей Русско Но она по-русски не Не бом-бом Так что толку то С того что вы ее там разместили Нет, русскоязычных Поклонников Ну они порадовались безусловно Слушайте у меня вот сейчас вопрос Есть такой Очень хочется чтобы ваших песен Было сегодня побольше Вот на самом деле реально Потому как так бывает редко Когда народ настолько единодушен Все кричат Кстати вопрос я задаю буквально За каких-то 8 минут до конца эфира Достойны ли песни Группы Уэра Эфиров Ротации Постоянной ротации На своем радио Давайте отвечайте Теперь уже можно Это можно делать естественно И в группе ВКонтакте И в чате И на сайте И понятное дело Там на планете Мне просто интересно ваше мнение Давайте еще Прямо сразу Не особо задерживая что-нибудь Споем Потом посмотрим Останется ли время еще на одну песню Не умирай Вот правильно Очень в тему сейчас будет Давайте Давайте добьем уже народ Окончательно Это второй вообще Сингл группы Который Появился То есть вторая песня После все будет Это появился не умирай С которой мы в тур поехали Да Одна из тех четырех я так понимаю Вот сейчас мы и послушаем На каких песнях вы играли В те игры Которых рассказывали Как всегда живой звук в программе Живые Здесь сегодня Ойра Поехали Я не могу понять Кто дал право вам стрелять Кто дал право убивать Ведь должен же быть ответ Но если пуль ответ То мало кто скажет Нет Но найдутся те Кто примет бой За право быть собой Не умирай Не умирай Еще чуть-чуть И мы прорнемся Не умирай Не умирай Мы обязательно вернемся Не умирай Не умирай Не умирай Еще чуть-чуть И мы прорвемся Не умирай Не умирай Не умирай Мы обязательно вернемся Я не могу понять Кого должен я выбирать Зачем должен я выбирать Я не могу понять Ведь если пуля ответ То мало кто скажет Нет Но найдутся те Кто примет бой За право быть собой Не умирай Не умирай Не умирай Еще чуть-чуть И мы прорвемся Не умирай Не умирай Мы обязательно вернемся Не умирай Не умирай Еще чуть-чуть И мы прорвемся Не умирай Не умирай Мы обязательно вернемся Субтитры сделал DimaTorzok Не умирай, не умирай Еще чуть-чуть и мы прорвемся Не умирай, не умирай Мы обязательно вернемся Не умирай, не умирай Еще чуть-чуть и мы прорвемся Не умирай, не умирай Мы обязательно вернемся Обязательно вернемся Обязательно вернемся О, хорошо, что Женя свой рабочий барабан сегодня принесет Ой, хорошо, Лупиджиж, невозможно Слушайте, осталось буквально у нас 2,5-3 минуты Я вот что хочу вас попросить Только не петь Не петь? Не петь пока А что-нибудь неожиданное? Нам финалиться нужно, нам нужно уже прощаться Вот сейчас я попрошу вас, не длинную, как можно, желательно У нас уже длинноватые остались И очень неожиданную Вот есть какие-то у вас песни, которые для вас самих неожиданные? Мы ей и закончим У нас есть, эх, ребята Ой, что-что Трудный текст? Ну да Нельзя никак заменить? Неожиданную просят У нас есть кавер на группу комбинации American Boy Неожиданно Вот и все Вот этим мы сегодня и закончим Спасибо огромное группе Ойра Эти ребята будут в ротации своего радио Уже только потому, что они нам сильно нравятся И еще потому, что аудитория выразила единоличное свое мнение Что это вообще не обсуждается Посему, само собой, ждите их в ротации И как только будет готов новый альбом с новыми песнями Ждем этих песен в качестве премьерных у нас в эфире Спасибо, что были здесь Хороших вам выходных Всем добра Пока Аойра завершает свою музыкальную программу Сегодня неожиданной композиции Everybody there! Я играю на балалайке Это самый русский инструмент Я мечтаю жить на Ямайке На Ямайке По волокне И нет счастья в личной жизни Проходят срямо и гадал Ну где ты, принц мой заграничный? Приезжай поскорей, я жду тебя Американ бой Американ бой Американ бой Американ бой For always time Американ бой Уеду с тобой Уеду с тобой Воспом, прощай Американ бой Я простая русская девчонка За границей сроду не была Ты американский мальчонка Увози меня и все дела Я буду плакать, если я стал Когда у тебя душу Мерседес И буду в роскоши грубаться Приезжай поскорей за мной, я здесь Американ бой, американ джой Американ бой, фороуэль тайм Американ бой, уеду с тобой Уеду с тобой, Москва, прощай Американ бой, американ джой Американ бой, фороуэль тайм Американ бой, уеду с тобой Уеду с тобой, Москва, прощай Американ бой, уеду с тобой Американ, американ, американ бой Американ бой, американ джой Американ бой, американ джой Москву, прощай Американ, чай